Прошлое Орска Если честно говоря, я никогда не думала и даже никогда в мыслях такого не было, что я могу заняться своим делом. Но на данный момент, на данном этапе, то есть вот пришла к тому, что я могу, например, думаю, что я в силах организовать это дело и с другой стороны даже может быть чем-то помочь другим людям. Это интервью снято два месяца назад. Тогда Анна Павловна только собиралась открывать свою прихмахерскую. Именно она была в числе первых, кто попал под областную программу по стабилизации ситуации на рынке труда. Половину денег она получила из федерального бюджета, а вот правда вторую часть пришлось добавлять самой. По статистике не только первые полгода, но говорят даже и до двух лет доходов больших ждать не приходится. Поэтому сейчас то, что мы получаем, мы все это вкладываем в дальнейшее развитие. То есть это та же самая реклама, это те же самые краски, чтобы улучшить. С момента действия программы положительный ответ на развитие своего бизнеса уже получили 52 человека, хотя желающих его открыть было гораздо больше. Специально комиссия выбрала лишь избранных – тех, кто создаст новые рабочие места и будет учитывать приоритетные направления бизнеса. У нас большое количество, которое занимается сельским хозяйством, это разведение крупнорогатого скота, свиноводство, животноводство, это не отдельно, овощеводство. Занимаются производством пенобетона, полистиролбетона у нас, производство общестроительных работ, парикмахерские услуги, бытовые услуги. О своих доходах и расходах на протяжении года новоиспеченные предприниматели будут отчитываться перед центром занятости. Даже если бизнес не пойдет, возвращать деньги все равно не придется. Возврат денег здесь только в двух случаях. Если не целевое использование, если человек сам решил. То есть он на год заключает договор, что он обязан заниматься предпринимательской деятельностью в течение года. Если он сам решил прекратить этот деятельность, он должен вернуть эту сумму. Пока бизнес Анны Павловны идет неплохо. Для работы она наняла молодых специалистов из лицеев. Клиентов, правда, пока не так много, но она не расстраивается и уже нашла выход из положения. Весь ее парикмахерский салон иногда выезжает в близлежащие поселки, где клиентуры всегда хватает. А поток народа в городском салоне – это просто пока вопрос времени. Ирина Самокутяева, Сергей Абрамов. Беру ТВ-проектов для Орск.ру.